Отмечаемый ежегодно 29 июня, День партизаны-подпольщиков, довольно новая дата в календаре российских памятных дат. А предпосылка установления данной памятной даты именно на 29 июня послужила одно историческое событие. В этот день, в 1941 году, вышла директива Софнаркома СССР и ЦК ВКПБ партийным и советским организациям при фронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов. В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать их и уничтожать на каждом шагу, срывать все их мероприятия. В годы Великой Отечественной войны Брянщина стала одним из центров партизанского движения. Как известно из исторических документов, действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромное значение в успешном исходе Великой Отечественной войны. В тылу врага действовали в общей сложности более одного миллиона партизан – мужчины, женщины, подростки. Партизанами было уничтожено, ранено и захвачено в плен более миллиона фашистов и их пособников. За проявленные мужество и героизм многие герои партизанской войны были представлены к наградам, часть из которых присуждалась посмертно. И несомненно то, что учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей, благодаря которым в 1945 году была освобождена Родина. В этот день по всей стране проходит множество памятных мероприятий с возложением цветов памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны и другим мемориалам. Также чествуют ныне живущих ветеранов, партизан и подпольщиков, действовавших в тылу врага. Редактор субтитров А.Семкин